Я в рот ебал это пиздоносное лето, чтоб оно, блядь, обосралось. Хотя у него нет жопы, пускай тогда у него вырастет жопа, а потом она обосрется. Как же я охуенно придумал, чтобы вы не думали, что я просто вульгарный баклажан. Расскажу историю, которая приключилась со мной на днях. Иду я, значит, по улице, никого не трогаю, по крайней мере, физически. А на улице, сука, шестьдесят градусов. Я ведь хожу в костюме, и моя жопа просто превратилась в гидроэлектростанцию. Вода струилась, как из фонтана. Так я еще и с пакетом шел. Это полный одунгардеронал да хуйсьмиты. Это правда. Хера же по пиздолизому действительно был челты и попить, а до спидора спешу ночь. Спасибо за поддержку, сынуля. Я вообще-то на медовом джагере играю. Ух, пизда. Кстати, если хотите послушать историю про то, как я катаю в Доту 2, то пишите в комментариях. Будь ты проклят, со своими играми долбоебскими. Я не закочил рассказ. Я шел по улице с пакетами в смертельную жару. Пятьдесят градусов. И вы, наверное, спросите, как делать двадцать пятое задание на ЕГЭ по математике, а я вам отвечу. Я в душе не ебу. Ну ладно, я просто забыл таблетки выпить. Вы, наверное, спросите. Арзальс. Пени сахирососа безнцехуй. Ну ладно, все, теперь нормально. Вы, наверное, спросите, зачем я так тепло оделся, а я вам вот что отвечу. Это не ваше собачье дело? Полная хуета, а что это за хуета хватит тут вытворять хуету? Сырок! Так нельзя общаться со зрителями. Надо сразу нахуй посылать. Хороший совет, пап. Пошел нахуй. Так вот, почему я оделся не по погоде? Ответ прост. Говно вонючее. Этот ваш прогноз погоды. Мне там показывалось, что за окном минус двадцать градусов. Но я же, сука, не видел, что рядом мелко написано. Ощущается, как плю в сорок пять. В рот ебал эту интернет и жишку бруско. Мораль такова, друзья мои. Брейте жопу и не пользуйтесь интернет-подключением. Жишка бруско прожигает губу. Ах, ух, кафтэмэ. Я в рот ебал это пиздоносное лето.